Всем привет! С вами Андрей Фрейдман, BioFamily. И вот такую вот задачку я решил сегодня с вами разобрать. Почему именно ее? Потому что среднестатистический ученик ее не решит. Давайте перестанем быть среднестатистическими учениками и попробуем решить данную задачу. Сколько молекул ДНК содержится в клетке, образовавшейся в результате анеоплоидии? Анеоплоидии — это некратное увеличение количества хромосом в клетке. То есть если у нас есть полиплоидия 2N, 3N, 5N, то здесь к общему количеству хромосом в кариотипе добавляется просто определенное число. Оно указано в скобках — это 3. Значит, сколько молекул ДНК содержится в такой клетке в постсинтетический период интерфазы? Для того, чтобы решить данную задачу, нужно иметь какую-то вводную. Вот она у нас дана, что исходная диплоидная клетка содержит 30 хромосом. Давайте работать с данной задачей. Значит, нам известно, что исходная диплоидная клетка содержит 30 хромосом. Значит, исходные 2N и 2C — это те самые 30 хромосом. То есть 2N представляет собой 30 хромосом. И, соответственно, 2C по аналогии тоже представляет собой 30 молекул ДНК. Значит, у нас известно, что 30 — это 2C по пропорции. Отлично. Ура. Что нам еще известно? Нам известно, что в результате анеоплоидии прибавилось 3 хромосомы к этим самым 30. Значит, общее количество хромосом у нас в клетке не 30, а 33. И значит, вот эти вот 30 мы должны добавить здесь и здесь. Потому что каждая добавленная хромосома у нас несет на себя еще одну молекулу ДНК. Следовательно, после мутации, давайте вот здесь мы пишем мут, у нас количество хромосом и количество молекул ДНК не по 30, а по 33 уже. Отлично. Значит, что нам нужно найти? Нам нужно найти количество молекул ДНК в клетке в постсинтетическом периоде интерфазы. Значит, постсинтетический период интерфазы — это после репликации, то есть 2Н4С. В случае постсинтетического периода у нас количество С удваивается относительно обычной исходной клетки, как говорится. Значит, в исходной клетке содержалось 30 молекул ДНК. Дальше произошла какая-то мутация, в которой добавилось 3 хромосомы. Вместе с тремя хромосомами добавилось по пропорции 3 молекул ДНК. Следовательно, исходная клетка в наборе 2Н2С содержит 33 молекул ДНК. И во время репликации эти молекулы ДНК удвоились. Соответственно, 2Н4С у нас будет содержать 33 умножить на 2, то есть 66 молекул ДНК. Такой ответ в этой задаче. Значит, для данной задачи нужно что знать? Нужно точно знать, как происходит метоз, миоз, что такое хромосомные наборы, как у нас рассчитывается Н, С, от чего они зависят. И, соответственно, еще важно знать, что такое анеоплоидия, полиплоидия и как мутации сказываются на кариотипе. В принципе, если эти термины знать и знать, как решается задача, никаких сложностей она не должна вызывать. Если есть какие-то вопросы, пишите мне, как всегда, в личку. С вами был Андрей Фрейдман. Для Family. Пока-пока.